Как любой спортсмен, чуть огорчен был поражением, но первый раунд был очень хороший, я полностью доминировал. Во втором раунде доминировал Эдик, у нас еще было впереди три раунда, я был уверен, что я заберу их, при всем моем уважении к Эдику, отличный боец, очень красиво себя повел, как настоящий мужчина. Но я не сомневаюсь, что я выиграл бы этот бой, я и сейчас не сомневаюсь, просто я само рассечения не видел момента, можно было бы продолжать, я думаю, просто видеть. Да я и сейчас думаю, что нельзя было останавливать, но Мухаммад и врачи решили, что надо остановить поединок. Возможно, потому что это был пятираундовый бой, скорее всего, поэтому был бы это трехраундовый бой, я думаю, даже врач разрешил бы, допустил бы меня до поединка, потому что один раунд это не так страшно. У меня нету, моя манера ведения поединка небезопасная, я в любом случае пропустил бы прямо в рассечении, я думаю. Но, алхамду лилла, я не остановился, прошло и два месяца, я в строю, я большой легковес, но все же я взялся сделать ровно легкий вес, ровно 70 килограмм. И, иншаллах, мы сделаем это, и я подожду, пока пройдет финал Гран-при, где встречаются два топовых легковеса, два хороших парня, и я хочу биться с победителем. А для того, чтобы биться с победителем, мне нужна победная серия, чтобы я... Эти реванши интересны, даже если бы я не дрался сейчас, но я хочу заслужить их. У меня должен был быть другой соперник, он снялся, и сейчас я дерусь с еще одним участником Гран-при. Да, это не боец из топ-10, к сожалению. Я благодарен ему, что он взялся за поединок. В его части мира не так сильно развита ММА, и по факту я являюсь фаворитом. Но я хорошо настроен, у меня есть волнение, я рад, что я переживаю перед этим поединком. И в этом году я хочу пять раз выступить. Ну, вроде подготовительный лагерь у него хорошо идет, он был в Таиланде, хороший лагерь прошел. Сейчас вернулся, чуть-чуть доработки делаем, функционально, идеально. Насчет боя, то, что было, это, наоборот, его мотивировало, и я думаю, он вернется лучше намного. Ну, ждите хорошего боя. Сейчас мы работаем именно тактической работой у нас, спарринги, чтобы забрать этот бой уже. Основная уже идет тактическая работа, план работы над этим. Да, сегодня уже, по-моему, несколько раз мы работали, спарринг-квартир у него у нас хорошо идет. Яни Игос, хорошие бои показывают, зелим они. Надеюсь, скоро ISEI поднимется, с ним работаю. Специально подобрен был соперник, чтобы под него работать. Я думаю, хороший соперник у него, хороший планик-партнер. Ну, работу сделали отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу выступить пять раз, я буду придерживать вес, я сделаю легкий вес. Возможно, где-нибудь лига разрешит сделать промежуточный, может быть. Хотя сейчас лига очень серьезно к этому относится. И в этом году, я надеюсь, иншаллах, мы проведем два громких поединка и против Артема, и против Эдика. Два достойных бойца, два хороших бойца. И расставим все точки, кто лучше. Если эти ребята выиграют меня, то никаких вопросов нет. Но есть незаконченное дело. Но сейчас я сфокусирован на Элунге. Хороший боец, неудобный боец. Было тяжело подобрать спарринг-партнеров, потому что он высокий легковес. Легковесов таких нет, поэтому пришлось работать с полустреневесами. И ребята большие. Я был на сборах, я чуть вылетел, я давно не выезжал на сборы. Я решил сменить обстановку, чуть-чуть развеяться. Но я был дома. Я практически только начал отдыхать, была небольшая суета. И Асламбек набрал меня плен и сказал, что хотят биться на 20 января. Сначала 20 января было, потом на 27 перенесли. Сначала был февраль, я согласился. Потом была другая дата февраля, я согласился. Потом в итоге был январь, я опять согласился. И я вылетел на сборы, и уже в середине сборов соперник снялся. И Асламбек сказал, если хочешь, мы можем перенести поединок еще на два месяца. Если хочешь, мы найдем тебе соперника. Я сказал, я хочу биться на эту дату, я хочу биться на эту дату, я хочу биться еще раз в марте, если все пойдет хорошо. Ша-Аллах. Там было много ребят, много хороших ребят там было. Сейчас я очень удачно полетел, и очень много ребят со всего мира прилетело туда. Именно не помню всех. Но наши ребята были, были ребята из Дагестана, много очень хороших ребят из Дагестана. Мои одноклубники там тоже были. Со своими я мало работал, потому что работать я и здесь могу с ними. Были европейцы, американцы, были бойцы из UFC, и мы показывали им, где наша борьба. Да, это был хороший сбор. Честно сказать, 9 лет я в этом спорте, и я иду не сбавляя. На протяжении 9 лет я иду только вверх, я делаю все одно и то же на протяжении 9 лет. Может быть, закат тоже недалеко. Но посмотрим, я иду только вверх, и из спорта, конечно, я никогда не уйду. Но здесь еще есть пару незаконченных дел, пару, имеете в виду пару моментов, которые я бы хотел ощутить, которые я еще не успел ощутить. А так, я доволен, и не то что этим сбором, я доволен своей карьерой. Это Зелем Амиров, хороший боец, он хорошо себя показывает. Ян Гигглз, я думаю, он, возможно, в скором времени будет подписан. Но я не знал, что он такой большой. Между нами 10 килограмм разница, он оказался большим, а мы давно не виделись. Я просто прилетел и вспомнил про него, сказал своему тренеру Руслану, чтобы он его позвал. И Зелем мне хорошо помог, мы провели два хороших спарринга. И еще один спарринг в пятницу, остается чуть меньше двух недель, и я буду подгонять вес.